В эфире телеканала CBC программа «Стратегия успеха». Наша тема – экономическая значимость контракта века. Реализация исторического соглашения обеспечила приток крупных инвестиций в Азербайджан. Средства направлялись преимущественно на реализацию нефтегазовых проектов. Здравствуйте, господин Беглярбеков. Здравствуйте, Хаяла. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Виталий Беглярбеков – заместитель вице-президента СОКАР по инвестициям и маркетингу. В 1977 году окончил механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 1987 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Работал в Национальной академии наук Азербайджана, администрации президента Азербайджана. В 1992 году назначен начальником отдела крупномасштабных инвестиционных проектов госнефтекомпании Азербайджана. С 1996 года занимал должность заместителя начальника управления иностранных инвестиций СОКАР. Работал в Азербайджане и за рубежом. Член Совета директоров ряда международных компаний, в которых принимает участие СОКАР. Имеет государственные награды Азербайджана и иностранных государств. Кавалер Ордена Шохрат. Господин Беглярбеков, реализация контракта ВЕКО обеспечила приток в Азербайджан многомиллиардных инвестиций. Что было сделано за счет этих средств и какой путь прошел СОКАР? Инвестиции в страну пришли действительно многомиллиардные. В целом мы можем говорить о том, что их размер превысил 50 миллиардов долларов. И при этом мы говорим в основном об инвестициях в разработку месторождения Азербайджана и Нашли и строительство сопутствующей этому месторождению трубопроводной инфраструктуры. А не надо забывать о том, что крупномасштабные проекты в нефтегазовой промышленности и реализовывались, и реализуются, и за пределами этих двух самых крупных наших на сегодняшний день пока уже реализованных углеводородных проектов. Мы оцениваем общий приток средств от реализации, опять, только двух контрактов. Азари Чарак, Нашли и Шар Денис. Порядка 140-145 миллиардов долларов. Большая часть из которых поступила в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской республики. Это средства порядка 123 миллиардов долларов США, а также средства, которые получены в виде чистой прибыли аффилированными компаниями Сакара, принимающими непосредственное участие в реализации этих двух основных контрактов. Но не нужно забывать, что на сегодняшний день в Азербайджане действует 17 из свыше чем 30 заключенных за все эти годы нефтяных и газовых контрактов по разработке наших богатых углеводородных ресурсов. И все эти 17 проектов приносят прибыль как нашей стране, так и государственной нефтяной компании. Таким образом, объем инвестиций, осуществленных за эти годы, и отдачи полученной от этих инвестиций, существенно превышает 200 миллиардов долларов. И вы можете видеть последствия осуществления этих инвестиций во всех наших, во всех сферах жизни. Господин Бегляр Беков, а какой все-таки путь прошел Сакар, начиная с подписания контракта Века с 1994 года по сегодняшний день? 1994 год и все, что с ним связано, и тот Сакар, естественно, вызывает у меня определенную ностальгию. Я вспоминаю и компанию, и эти годы, 1994 год, предшествующие ему годы, с большим удовольствием. Но я должен признать, что сегодняшний Сакар и Сакар 1994 года – это две абсолютно разные компании. От компании, которая выживала в 1994 году, которая не имела ни ясного плана, ни видения, никаких иностранных активов, мы превратились в одну из крупнейших в мире государственных нефтяных компаний. Мы превратились в нефтяную компанию с ясно очерченной, четкой инвестиционной программой. Мы на сегодняшний день превратились в нефтяную компанию, которая обладает активами, размер которых существенно превышает 45 миллиардов монат, и существенно имеет четкое видение и планы по удвоению этого объема активов в течение следующих 10 лет. То есть Сакар на сегодняшний день – это весьма серьезный, активный игрок на мировом рынке углеводородов. Сакар – это компания, которая представлена более чем в 15 странах мира и осуществляет активную инвестиционную деятельность как в нашем с вами регионе, так и за его пределами. Всем известна роль, которую Сакар играет на сегодняшний день, например, в Грузии и в Турции. И в той, и в другой стране мы – самый крупный иностранный инвестор. И в той, и в другой стране мы создали и продолжаем создавать активы, которые будут работать на благо Сакар, на благо азербайджанского народа в течение многих десятилетий, а не в период какого-то ограниченного времени. Так что я думаю, наша компания может смело гордиться тем, чего она достигла за период последних, скажем так, десяти лет своей деятельности. И те проекты, в которых мы участвуем, их очень много. Их очень много, и я действительно не стремлюсь их все перечислять, но проекты создания нефтехимического комплекса в Турции, проекты создания нефтехимического комплекса в Азербайджане, реализуемые компанией Сакар-Полимер, а также компанией Сакар-Карбамид. А проекты модернизации нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана и модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, которыми управляет Сакар, честно говоря, говорят сами за себя. Все это проекты многомиллиардных инвестиций, все это проекты, отдача от которых существенно, во много раз превысит те средства, которые мы сегодня вкладываем в их реализацию. Господин Беглярбеков, 20 сентября – это день подписания контракта в веком. В этом году отмечается 22-я годовщина со дня подписания. Вы были участником переговорного процесса. Как это было? Я действительно очень горжусь тем, что мне довелось участвовать в этих переговорах, участвовать непосредственно и, можно сказать, с первого дня. Как это было? Было это очень и очень нелегко. И нелегко это было по целому ряду причин. Это был период, когда нужна была огромная воля и видение будущего для того, чтобы набраться смелости, если я могу так сказать, вступить в переговоры с крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира, которых привыкли называть монстрами, которых привыкли, и мы их так воспринимали. Нам очень повезло в том, что, во-первых, во главе этого процесса стоял президент Азербайджана, который, и это не для красного словца, как говорят, а который действительно вдохновил нас, напутствовал нас, непосредственно встречался с нами, и задавал вопросы и ставил перед нами задачи, которые не выполнить было нельзя. Потому что, я вспоминаю, как это было в марте 1994 года, когда всю переговорную команду пригласили в аппарат президента, и Гейдар Алиевич встречался с нами, и каждый из нас рассказывал ему и то, что он делает, и то, как он видит будущий контракт, и то, как мы понимаем необходимость его реализации. И ему это действительно было очень интересно. Он просто говорил с сотрудниками. Я был начальником отдела этих контрактов, таких контрактов в то время. А мои коллеги, мои коллеги были просто сотрудниками компании, с которыми беседовал президент страны, которого действительно интересовали все детали, начиная от того, как идут переговоры, как шли переговоры, чего мы хотим достичь от переговоров, как от переговоров, как мы воспринимаем себя в этом процессе. Ему это было интересно. А когда такой человек, такая глыба проявляет к вам интерес, то вся команда была готова работать и день, и ночь. И команда работала и день, и ночь на протяжении достаточно большого времени для того, чтобы реализовать эти контракты. Но опыта, как я вам уже сказал, у нас было мало. И только приход в команду тогда молодого руководителя Саккар, Ильхама Алиева, который фактически и возглавил эти переговоры и принес нам тот самый недостающий для нас международный опыт и знания ведения внешнеэкономической деятельности, реализации подобного рода проектов, вот он только нам и позволил достичь здесь абсолютного успеха. Потом было уже признано, общепризнано, что наш контракт являлся на то время одним из самых успешных для нефтяного государства и одним из самых трудных для нефтегазовых компаний. Условия, которые нам удалось достичь, были действительно максимально выгодными в тех конкретных условиях. А те конкретные условия, я уже вам говорил, мы далеко не были в 1994 году сильной, известной нефтяной компанией. Проекты, которые мы должны были реализовать, реализовывались в регионе, который тогда далеко не был стабильным. Инвестиционный климат в Азербайджане создавался вместе с контрактом ВЕКО. И все, что мы имеем сегодня, это плоды того, что было заложено под неустанным, я не побоюсь этого слова, вниманием Гейдара Алиева и при абсолютно непосредственном участии президента Азербайджана Ильгама Алиева. Какие шаги были предприняты участниками контракта ВЕКО для обеспечения транспортировки азербайджанской нефти на мировые рынки? Страна наша географически не соединяется с открытыми морями. Все, что мы производили раньше, потреблялось в регионе или доставлялось и использовалось в большей стране, частью которой мы были. Первоочередная задача была, естественно, создать транспортные артерии, которые позволили бы азербайджанской нефти, а впоследствии и газу, достичь мировых рынков, достичь так называемого открытого моря, откуда они могли бы быть транспортированы в другие страны. И задача эта была успешно решена сначала с подписанием соглашения, затем строительством и вводом эксплуатацию трубопровода Баку-Новороссийск. И произошло это в 1997 году. А в 1999 году мы ввели в строй второй трубопровод, трубопровод Баку-Супса. И если первый соединил нас с территорией Черного моря и проходил по территории Азербайджана и Российской Федерации, то второй Баку-Супса, имеющий еще второе название Западный маршрут, проходил по территории Азербайджана и Грузии. Оба эти трубопровода использовали уже существовавшую инфраструктуру, но нам удалось эту инфраструктуру развернуть в экспортном, если угодно, направлении. До этого она использовалась для того, чтобы доставлять ресурсы в Азербайджан и перерабатывать их на наших нефтеперерабатывающих заводах. Но, естественно, что эти трубопроводы были полностью модернизированы, перестроены, частично заменены трубы. В целом, к 1999 году мы получили транспортную систему, которая могла обслуживать так называемый проект ранней нефти. Проект ранней нефти — это доставка первоначальных объемов добычи азербайджанской нефти с платформы Чирак. Это было начало, это был прорыв, и это был действительно прорыв, потому что Азербайджан впервые в своей истории превратился в страну экспортера углеводородов. Это был прорыв, за которым последовала тяжелая, кропотливая работа, и продолжалась она почти 10 лет, до того момента, пока не был в 2006 году, введен в строй трубопровод Баку-Белиси-Джейхан. Трубопровод, который сегодня носит имя человека, который заложил его основы, человека, который предложил стратегию реализации этого трубопровода, имя Гейдара Алиева. БТД, БТС — это артерия, которая соединяет сегодня Азербайджан с потребителями всего мира. Мы транспортируем нашу нефть в более чем 50 государств. Нас связывают с ними прочные торговые отношения. Мы получаем от этих прочных торговых отношений существенную экономическую выгоду. Я уже называл вам в начале нашего интервью конкретные цифры. Недавно Сокар заявили о том, что готовится новое соглашение на доразработку блока месторождений Азери, Чирак и Гюнашли. Могли бы вы назвать предварительные сроки, когда планируется подписать контракт и на каких условиях? Азери, Чирак и Гюнашли, которое было и остается одним из самых лучших с точки зрения отклика резервуара на внешние вызовы, на вмешательство, если угодно, в его тихое, спокойное существование наших скважин, наших разработчиков. Это резервуар, который показал способность жить и продолжать производить углеводороды еще не одно десятилетие. То, что мы прогнозировали тогда, когда контракт подписывался, не оправдалось. Ожидания, которые были тогда, оказались превзойдены в несколько раз. Запасы, в которые первоначально оценивался блок трех месторождений, на сегодняшний день более чем в три раза превышают то, что входило в прогнозную оценку в 1994 году, предшествующее 1994 году время. В ходе разработки этих ресурсов выяснилось, что они не только гораздо более обширны, они еще залегают на различных глубинах. Уже извлечено больше чем 440 миллионов тонн нефть, одной из самых высококачественных в мире, экологически чистых и поэтому одной из самых дорогих в мире нефтей. Нефть, которая носит название Азерилайт, нефть, которую, как я уже говорил, знают в 50 странах. Так вот, высокие запасы, возможность повысить коэффициент нефтеотдачи и тем самым выйти на следующий этап и обуславливают необходимость продолжения разработки месторождения Азерича Радгина Швея. Переговоры эти идут. Переговоры эти идут, я не побоюсь этого слова, успешно. А когда переговоры идут успешно, то, наверное, в любое ближайшее время можно ожидать их не менее успешного завершения. Тем не менее, время это еще не пришло и оно не наступит, пока Саккар и его иностранные партнеры не объявят о достижении согласия по всем параметрам этого многоуровневого соглашения. Могу сказать одно. Условия соглашения будут лучше и более строже, если угодно, по отношению к иностранным инвесторам, сравнивая с тем, что нам удалось достичь в 1994 году. Это вполне объяснимо. Мы знаем месторождение намного лучше. Наша нефтегазовая промышленность сформировалась так, что те риски, о которых я упоминал сегодня, они на сегодняшний день не существуют. Инвесторы работают в стране с четким, ясным, понятным и хорошо себя зарекомендовавшим инвестиционным климатом. Инвесторы работают в стране, которая обладает высококачественной, квалифицированной рабочей силой. Азербайджанские специалисты, работающие на сегодняшний день в этом контракте, в контракте «Шах-Денис», в других проектах в стране, их порядка 90%. И только 10% — это иностранные граждане, которые приезжают сюда на работу. Когда вы имеете такую уникальную комбинацию страны, которая развилась до высокого мирового уровня, я говорю о нашей стране, в сочетании с этим инвестиционным климатом, в сочетании с этой имеющейся в наличии высококвалифицированной рабочей силы, не побоюсь этого слова, с профессионалами, которые любят, знают свое дело и работают в этой промышленности из поколения в поколение, тогда, конечно, нефтяные компании начинают здесь работать с другой степенью уверенности. А если у нас другая степень уверенности, то у нас есть возможность заключать контракты на условиях, которые еще более продвинуты, если я могу так сказать, по сравнению с тем, что мы имели раньше. Следующий вопрос, он также относится к контракту ВЕКа. 20 сентября в Азербайджане уже 15 лет отмечается как профессиональный праздник нефтяников. Поздравляем вас с праздником. Спасибо. И хотели бы попросить вас рассказать немного о профессии нефтяника. Что сегодня значит в Азербайджане быть нефтяником? Я работаю в офисе, я не работаю на платформе, я не работаю на скважине, я никогда не пробурил в своей жизни ни одну скважину, но я испытываю огромное уважение, огромную любовь, если угодно, к тем людям, которые делают это ежедневно, ежечасно, еженочно. Это очень тяжелый труд, это рискованный труд, это профессия, которая пользуется в нашей стране почетом и уважением. Всем известно, что нефтяная промышленность Азербайджана одна из старейших в мире. Быть нефтяником – это почетно, быть нефтяником – это престижно. Работать с такими нефтяниками, например, как Хошбах Юсавзаде, это значит работать рядом с людьми, которые не только воплощают свою историю, но они воплощают самые лучшие знания в этой отрасли. Так что для меня это почетно, для меня это гордость. А для массы людей, для 60 тысяч нефтяников, которые работают в нашей компании, это огромный, тяжелый и каждодневный труд. Саккар хочет и работает над тем, чтобы армия его работников была наиболее квалифицированной. Мы стремимся дать им образование, мы поддерживаем это образование материально. Мы стремимся дать нефтяникам льготы, и эти льготы предоставляются, начиная от жилья и кончая конкретными программами по поддержке молодых семей, по поддержке деятельности тех, кто работает в море, тех, кто работает в трудных условиях. Программ очень много. Я ограничусь тем, что еще раз повторюсь, это тяжелый, но очень почетный и престижный труд. Так что быть нефтяником в Азербайджане, я думаю, что это надо заслужить. А люди, которые работают в нашей компании, гордятся тем, что они работники Саккар, работники нефтяной промышленности Азербайджана. Господин Беглярбеков, контракт века, о котором мы сегодня говорили, он стал одной из основных частей нефтегазовой стратегии Азербайджана. И сегодня от реализации крупных нефтяных проектов Азербайджан плавно перешел к реализации крупных газовых проектов. И одним из проектов 21 века, стратегически важных проектов, называют Южный газовый коридор. Он реализуется уже два года. Фундамент был заложен в 2014 году. Хотелось бы узнать, на каком этапе сейчас находятся строительные работы. Южный газовый коридор, который достаточно уже хорошо известен общественности, о нем много пишут, много говорят, действительно называют проектом 21 века. Южный газовый коридор на сегодняшний день занимается, казалось бы, вполне рутинной деятельностью. Мы строим, варим, соединяем трубопроводы, ведем переговоры по дальнейшему продвижению проекта, обсуждаем перспективы того, что будет, когда этот проект будет реализован, а этот проект, он, в общем-то, проект, который будет развиваться и дальше. Надо понимать, что Южный газовый коридор это не один проект. И это не только те 45 миллиардов долларов инвестиций, о которых много говорят. Это начало большого газового пути, который достигнет потребителей не только в тех странах, которые на повестке дня сегодня, мы говорим об Италии, Греции, Албании, Болгарии, но он достигнет и других. Это возможность открыть огромные ресурсы в Центральной Азии, это открыть, прежде всего, ресурсы нашей страны. Запасы газа у нас огромны, они приближаются к цифре в 4 триллиона кубических метров, и они будут наращиваться. Мы будем делать новые открытия, будем вводить в строй новое месторождение. Мы ведем активную работу по ускоренной реализации проекта «Абширон», который, конечно же, если говорить о переговорах, масштабности того, что делается в связи с Азеричей Раггиношлей, это проект другого масштаба. Но это тоже очень важный проект. Это следующий шаг после шахты Низа в реализации огромного газового потенциала Азербайджана. А этот потенциал, это месторождение Умит, это месторождение Бабек, это вышеупомянутый Абширон, это блок Шафак, на котором будет работать компания ВИПИ. Вот это все будет введено, открыто, экспортировано. Тогда, когда мы введем в строй Южный газовый коридор. А введем мы его в строй, как и планировалось, в 2018 году с поставкой газа в Турцию и в последующем, 2020 году, с поставкой нашего газа в Европу потребителям Болгарии, Греции, Италии и других странах, как я уже говорил. На сегодняшний день выполнено порядка 75% работ на территории Азербайджана и Грузии. На сегодняшний день в Азербайджане и Грузии число работающих, занятых на этом проекте превышает 30 тысяч человек. Огромная цифра. Огромная цифра, огромная армия людей, которые трудятся по прокладке трубопроводов, по созданию огромной морской инфраструктуры. Недавно был спущен на воду первый опорный блок для будущей платформы. В ближайшее время последует за ним второй. Процесс идет в строгом соответствии с графиком. Как я уже говорил, 75% работ на территории Азербайджана и Грузии. Порядка 60% работ на территории Турции. Это проект ТАНАП, трансанаталистский трубопровод, реализуемый под операторством САККР, реализуемый силами САККР, который действует в сотрудничестве с турецким Ботаж и британским БИПИ. Это огромный, серьезный проект, который во всех своих элементах на сегодняшний день идет и реализуется строго по графику и в соответствии с бюджетом. Иногда, и это приятно отметить, даже и существенным снижением этого бюджета, существенной экономией затрат. Экономия затрат только на территории Азербайджана и Грузии на сегодняшний день уже приближается порядка к 10-15% от того, что мы для себя планировали. А примерно в такой же цифре, о таком же проценте экономии мы можем говорить в связи с реализацией ТАНАПа. В целом, проект на сегодняшний день, я назвал цифру работающих в Азербайджане и Грузии, а с учетом и остальных элементов проекта число занятых приближается к 40 тысячам человек. И успешная реализация этого проекта в условиях достаточно низких нефтяных цен это еще одно доказательство той уверенности в своем будущем, которое имеет наша страна и ее инвесторы. Те самые инвесторы, которые являются необходимой, абсолютно императивной частью всех этих проектов. Они разные. Состав инвесторов разный. У трубопроводов, у месторождения, у проекта, собственно, проекта «Шар-Денис». Но всех этих инвесторов объединяет одно. Уверенность в том, что мы делаем правильное дело, что мы реализуем правильный проект, который явится источником новых многомиллиардных поступлений и откроет, как я уже говорил, всему миру богатейшие углеводородные ресурсы Азербайджана, других стран региона, Центральной Азии. Всех тех, кто захочет воспользоваться этим новым маршрутом. Его еще иногда называют хайвеем. То есть это огромная широкой дорогой, которая приведет многих, очень многих, достаточно счастливому будущему. Вам спасибо большое, господин Баглярбеков, за интересную беседу и за то, что нашли время для нас. Спасибо и вам, Хаяла. Спасибо вам и всему коллективу вашей телекомпании. И, конечно, я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поздравить всех своих коллег Днем нефтяника вас, дорогие нефтяники. Спасибо. Спасибо. Днем нефтяника вас, дорогие нефтяники. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...